Уже на первом участке, который мы посетили по улице Ковпака, нас попросили удалиться. Требовали разрешения на видеосъемку. Как оно должно выглядеть и где его взять, никто не сказал. Мы зависим от начальства тоже. Есть разрешение, есть съемка. И вы отлично знаете, какая ситуация. Да, зависите. И вы знаете, какая ситуация, где запрещают, где не запрещают, кого что. Я пока выгоняю, пока я с начальством не согласую. На участке номер 865 видеосъемки не препятствовали и даже рассказали об ожиданиях. И какую ялку вы не спрашиваете? Мы ожидаем стопроцентную, наверное. Ну, как минимум. Проголосовала уже с утра достаточно много. Люди идут, то есть они согласны голосовать с удовольствием. Дальше мы пытались проверить, как проходит голосование на участке номер 864 в Горно-промышленном колледже. На входе нас задержали, но через несколько минут все-таки разрешили пройти в зал. Председатель комиссии прокомментировала ход голосования. Люди идут таким потоком равномерным, ажиотажа у нас нет, очереди больших нет, управляемся хорошо. У меня 20 членов комиссии, активно очень работают, относятся очень серьезно. Так что на нашем участке все пока превосходно. На следующем посещенном нами избирательном участке в здании центра занятости нас встретил мужчина спортивного телосложения. Он не представился и потребовал разрешения на видеосъемку. В ходе разговора выяснилось, для присутствия на референдуме нужна аккредитация. Еще 8 мая представители так называемого народного совета нам обещали, голосование будет открытым. Об аккредитации речи не было. Пресса будет допускаться на участке. Я говорю сейчас за город Красный Учин. И, как сказал Игорь Викторович, будет это организовано по всей области. Референдум будет проходить открыто. Никаких потаенных голосований там не будет. Мы продолжили видеосъемку на участках, где не требовали аккредитацию. Урны стабильно пополнялись новыми бюллетенями с галочками в графе «Да». Избиратели и члены комиссии рассказали, каких результатов ждут после голосования. Настроение у людей, будем говорить, приподнятое. Никаких конфликтов, никаких раздражений мы не наблюдаем. Комиссия работает слаженно. Ожидание. Сложно говорить об ожиданиях. Самое главное желание сегодня, наконец-то, привести в порядок настроение людей. И, наверное, оправдать, или как правильно сказать, наверное, навести порядок и с настроениями, и с желанием. Ну, голосовала за нас, чтобы было нам лучше, и не против, к России присоединиться. Чтобы все было хорошо у всех. Желаю всем всего хорошего. Особенно молодому покорянию. Мы за Россию, чтобы нам не надо с волками жить, по волшебной. Мы за мир. Какой целью вы пришли, и чего ожидаете? Один мир. Мир один. Все. Выразить свое согласие, быть федерацией. Какие ожидания от этого? Лучшего. Лучшего ожидания. Ну, нам пенсии, чтобы были, и чтобы платежи были у нас нормальные, хотя бы не такие, как нам огласили. Результаты голосования огласили в понедельник после 13 часов. По информации председателя избирательной комиссии, 96% голосующих в области подписались под созданием Луганской Народной Республики. А это больше миллиона жителей региона. Самая высокая явка была в Краснодоне, Марковке и Красном Луче. Катерина Севастьянова, Юлия Чичулина. Новости телекомпания.